Российско-советское телевидение пришло сюда только после якутского телевидения. У вас есть всё. И техника, и темы, и материалы. Якутское телевидение можно смотреть, как говорится, во всём мире. Когда мы об этом и только мечтали, поэтому я и говорю, вот это хорошее дело. Какие в первую очередь ценности вы прививаете каждому, кто заходит в музей? Внимание заостряю на людях. Ну и потом, телевидение всегда же это коллективная работа. Если ты один, ничего не сможешь сделать, ты не заменишь искусство на телевидении. Концерты на телевидении, спортивные мероприятия на телевидении. Поэтому я считаю, что телевидение – будущее долгое. А что для вас телевидение? Жизнь. Николай Петров. Отличник телевидения и радиовещания, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия. В 1975 году, тогда ещё в Гостелерадио, поступил на работу младшим редактором. Прошёл всю должностную лестницу от корреспондента до главного редактора. В 1990 году правительство Якутии утверждён в должности заместителя председателя Гостелерадио ЯССР, руководителем телевидения. В этой должности проработал 16 лет. Затем был директором дирекции улусных филиалов, с 2008 года вице-президентом компании. В 2013 году в связи с возрастом и личной просьбе перешёл на должность главного специалиста, затем организатором Музея Якутского телевидения и радиовещания. Николай Анатольевич, здравствуйте. Добрый день, дорогие телезрители. И вам добрый день. Мы очень рады видеть вас в нашей студии, якутскому телевидению 60 лет. Из них, ну вот за кадром мы посчитали, 48 лет вы работаете во имя процветания, становления и развития якутского телевидения. Сейчас вы ведёте активную работу по сбору информации, вы работаете в нашем музее, в своё время занимали очень много руководящих постов, да, и главным редактором, и директором якутского телевидения. И хотелось бы узнать, с чего всё начиналось? Как вы пришли на телевидение? Ой, сам удивляюсь, как я долго оказываюсь на работу, когда вы озвучили эту цифру, действительно, вот так. Ну, вы знаете, я пришёл младшим редактором, была такая должность, сейчас такой должности никто и не слышит, с окладом 90 рублей, но в информационную службу пришёл. В новости. И у меня были очень хорошие воспитатели. И они так меня держали на этой должности долго, я очень долго, 15 лет я работал на информационных программах. И всю жизнь остался таким информационником. потом. Так что, тут на телевидении всё зависит от того, как ты сам себя подаёшь. Если ты что-то ищешь, чего-то хочешь добиться, это всегда замечается окружающими. Ну и потом, телевидение всегда же это коллективная работа. Если ты один ничего не сможешь сделать, если у тебя хорошие налаженные связи со своими коллегами, вот у тебя тогда и хорошее что-то выйдет. А кого вы можете вспомнить тех людей, которые поддерживали ваши идеи, кто был рядом и кто помогал реализовывать ваши задумки? О, это мой главный редактор, первый главный редактор Егор Дмитрий Шахулоков. Человек исключительно образованный, интеллиентный. Он на двух языках такие хорошие стихи писал, на русском, на якутском. Он был, как говорится, редактором в своё время, был редактором издательства, поэтому грамотный был исключительно, но это для нас была морока, потому что он исправлял всё, то, что мы писали. Каждую букву, причём исправлял не просто так, а доказывал нам, почему он так делает. И потом был Василий Тобухов, тоже исключительно грамотный информационник. А вот Иван Лопатин, это был вообще, вот такого репортера я ещё не встречал. Он мог с любым поговорить. Любого человека, начиная с министра, окончая с ДРК, он всегда был на «ты». Вот такие люди меня окружали тогда. Время меняется, и телевидение тоже меняется, подача информации меняется, восприятие меняется. Вы из тех людей, которые претерпел вот эти изменения. Вот даже в музее, когда мы заходим, вы рассказываете, вот такие камеры были. Вот сейчас мы с вами вспоминали о том, на какую плёнку снимали. Давайте вспомним те времена. Какие изменения вы успели застать, и какие перемены особенно повлияли на вашу творческую жизнь? Ну, на моей памяти, это моя классификация, не знаю, как там другие могут сказать. Я вижу три поколения телевизионщиков. Первое поколение – это те, которые начинали телевидение. Они вообще ничего не знали о телевидении. Это почему? Потому что российское, советское телевидение пришло сюда только после якутского телевидения. Первое, что вы видели, что такое телевизор, это только с наших программ. Поэтому это люди были пионеры. Это люди были, которые сами додумывали, что можно сделать на телевидении. Потому что тогда не было специальных курсов, не было никаких методичек. Я вот уже сказал, российское телевидение ещё не пришло. Чего они могли научиться-то? Они сами себе выдумывали, вот это были герои своего времени. А второе поколение – это я, например, себя отношу к ним не по возрасту, а чисто по творческим делам, по тому, в какой обстановке они работали, что они делали. Второе поколение – это люди, которые старались, чтобы телевидение стало зрелищным, чтобы телевидение установилось наконец-то. Потому что первое поколение – это опытное поколение было. А второе телевидение – это уже более профессиональное телевидение было. Ну а третье поколение – это уже ваше поколение, новое поколение, которому я очень тихо, но очень по-доброму завидую. Потому что у вас есть всё. И техника, и темы, и материалы, и это самое якутское наше республиканское телевидение выходит по разным каналам. И Якутия-24, и НВК Саха, и Мамонт, и всё, что угодно. Якутское телевидение можно смотреть, как говорится, во всём мире. Когда мы в этом и только мечтали, поэтому я и говорю, вот это хорошее дело. И знаете, мне очень не нравится, когда многие, особенно в телеграм-каналах, всегда хают республиканское телевидение. Вот, вот, стой, там, то, всё. Я понимаю, есть какие-то недостатки, и в том числе и в ведущих много недостатков, я вижу. Но тем не менее, это наше якутское родное телевидение. Убери это телевидение. Что останется? Главная цель нашего якутского телевидения – это всё-таки воспитание людей. Убери это телевидение, не будет концертов, не будет, как говорится, народного творчества, вообще ничего якутского не будет. Будет одно, останется только одно. А в чём особенности, да, якутского телевидения? Якутского телевидения в этом и заключается. Мы хотим всё-таки воспитать своих зрителей в духе нашего народа. Ну, в том числе, как говорится, и малочисленных народов. Я считаю это очень большим достижением, потому что вот малочисленные народы, тот же Геван, да, раньше малочисленные народы как-то так совсем даже не обращали внимания. Все объякутились, а теперь они очень гордо носят своё звание. Поэтому я считаю, что вот обучение людей чему-то хорошему, искусству, телевидение – это ведь информация, и не только информация, но и искусство. Поэтому тут надо владеть, как говорится, данными и репортеров, может быть, и, как говорится, разбираться хорошо в искусстве. Что, по-вашему, хороший журналист? Хорошая? Хороший журналист, потому что вы упомянули социальные сети, телеграммы. Сейчас все стали писать, все себя называют журналистами. Хороший журналист, я, например, считаю, это тот, который представляет своего зрителя. Вот как зритель, что от тебя ожидает, то, что ты подаёшь ему, причём это самое, зритель же ведь тоже, категории-то разные, детская аудитория – это другая, взрослая – это другая, молодёжь – это третья. Поэтому ведущий, если он соответствует параметрам вот этой аудитории, вот это будет, наверное, хороший ведущий журналист. Но мнения разные. Мнения разные. Кто-то любит вот такой продукт, кто-то любит больше развлекательный контент. Конечно. И всем не понравишься? Да, всем понравиться не можешь. Поэтому у каждого должна быть своя аудитория собственная. А всеядные я как-то не совсем верю всеядным журналистам. Дело в том, что, как говорится, в своё время у журналистов три года мы считали, что он проходит школу журналистскую. Потом их обучали, без конца обучали в Москве, в Институте повышения квалификации. В год по 20, по 10 человек обязательно это было такое условие. Обучали их, чтобы они стали профессионалами. Вот главное, чтобы журналисты стали профессионалами. А не просто там красивый человек подошёл, вышел, стал что-то рассказывать. Конечно, любой может что-то рассказывать. Но профессионалы – это другое. Это немножко отличается от простого ведущего. Вот здесь у нас молодые наши некоторые работники. Ну, пока ещё до профессионализма большого ещё некоторые не доросли, может быть. Но это дело поправимое. Это надо простить. Это пройдёт. Время возьмёт в бою. Ну вот, оценивая и анализируя весь пройденный путь, какой самый главный урок, какое открытие вы для себя подмечаете? Потому как вы же всё равно человек, который следит за историей развития телевидения. И наверняка тоже сейчас вы оцениваете и прошлое телевидение, и сегодняшнее. Ну, подумать надо. Но тут, знаете, что чисто в таком организационном плане, я всё-таки 16 лет был директором телевидения. В организационном плане я очень доволен и горжусь даже, можно сказать, тем, что мы создавали республиканское национальное телевидение. Вы знаете, это было три года, мы воевали за то, чтобы, как говорится, получить свой собственный канал. Россия была такая, министерство печати было, потом федеральная структура по телевидению, радиовещание. Очень долго не хотели нам присвоить звание национальное. Особенно их раздражало вот это слово национальное. Вы куда собираетесь со своим национальным телевидением? Ну, конечно, рядовые работники телевидения ВГТРК, они понимали, они к этому относились очень нормально. Поэтому, когда мы стали создавать свой собственный канал телевизионный, сначала просто республиканский телевизионный канал, это 99-й год был, а потом уже мы стали создавать национальный канал. Вот я горжусь тем, что для национального канала я писал в свое время концепцию. Вот этим. Второе, это, наверное, то, что, как говорится, мы в свое время, я был руководителем тоже улосных студий телевидения, мы стали сильно привлекать наших региональных журналистов к эфиру республиканского ТВ. Это было очень хорошее дело, но я это до конца не удавил. Через два года ушел уже на повышение, на другое дело. И в творческом плане я горжусь, можно сказать, тем, что, как говорится, мы начинали авторское телевидение. Раньше ведь и телевидение, и радио, все было дикторское. Все считали дикторы. Сейчас это как-то... Человека представить трудно, но было так. Было так. Поэтому недовольных в связи с этим переходом было очень много. Ну, там, где неправильно сказали слово, там не так посмотрели. В общем, короче, критика была достаточно. Но, тем не менее, мы не свернулись от этого полиции, пошли, и до сих пор тревидение развивается вот в этом таком плане. И потом еще из таких чисто того, что я принимал участие, я, например, хотел бы отметить программу «Новый день». У нас утренняя программа раньше тоже была, но она как-то так не состоялась. Это Сергей Суравов был в свое время, не состоялась. А вот эту программу, кстати говоря, вы были одной из первых в этой программе. Я заметил, вы тогда с Костасом Марсаном... Константином Даниловым тогда выходили, да, на городском телеканале. Создавали утренний эфир, СТВ, да, было на канале? Доброе утро, Доброе утро, Якутск. Да, Доброе утро. Посмотрел это, и потом подумали, и решили тоже такое же создать на республиканском телевидении. Ну, конечно, в более таком расширенном плане, чтобы там было достаточно. Для этого я ездил и в Татарью, и в Уфу, и посмотрели все это дело. Потом решили, как говорится, предоставить эфир неопытным людям. Абсолютно никого из старых, ну, не по возрасту старых, а опытных работников, мы к этому эфиру не привлекли, отстранили. Ну, работники тоже были не совсем довольны этим делом. Всем хотелось новым каком-то там участвовать. Проекте, да? Да, проект участвовать. Но из работников, более опытных работников, поставили только режиссера Антонина Новгородова. Все остальные были, ну, скажем так, непрофессионалы по тем временам. Но потом из них вышли такие профессионалы, что потом, вот вы, например, руководите продюсерским центром. Тот же самый Олег Колесов, это сегодня директор телевидения. Костас Марсан, теперь это знаменитый для Якутии режиссер кино. Та же самая Ирина Гоголева, она сейчас возглавляет это филиал ВГТРК. Да. Тот же Лускан, доктор Лускан. Ну, всех не перечислишь. Там еще были ученые люди. Да, Новый День Сенокюн стал трамплином для многих людей. И хотелось бы сказать, что это, наверное, был такой тогда еще переход к продюсерскому телевидению. Вы тогда уже видели жизненный цикл вот этого проекта. На долгие годы вперед, уже 20 с лишним лет этот проект живет и очень популярен. И вы тогда знали, что этот проект будет популярен? Или же ставили жизненный цикл там 3-5 лет? Нет, мы тогда знали. Знали. Это тогда не то, что знали, а по крайней мере догадывались, что этот проект будет все-таки долгоиграющим. Почему? Да потому, что людям утром надо что-то смотреть. Прежде чем, как говорится, идти на работу, на учебу и так далее, заряжаться новым днем каким-то. Поэтому это не вечерняя программа. Утром надо было сделать так, чтобы это было легко, чтобы это было нужно, чтобы это тем, о чем и эта речь как-то люди воспользовались в течение дня, может быть. Поэтому думали, что все-таки это пойдет. Но чисто в продюсерском телевидении пока еще рано нам было думать. Вот вы сейчас смотрите на поколение. Вы же говорите, есть три этапа. Это те люди, которые работали по наитию, скажем так, пробовали, искали и создавали новые правила телевидения. И в том, и в сегодняшних реалиях, как вы думаете, чего не хватает молодым журналистам от тех времен, и чего не хватало журналистам того времени от новых реалий? Журналистам того времени, в первую очередь, не хватало технических возможностей. Это было главное. Спросите у любого старого работника, он тебе и скажет, что это было самой главной проблемой. Но Голь, как говорится, на выдумке хитра. Поэтому люди всегда думали использовать каждую минуту своего эфира качественно. Вот это было такое. Вот, например, сейчас мы говорим очень много о якутском кино, мы говорим якутское кино, но надо все-таки отдать справедливость нам, телевизионщикам. Дело в том, что якутское кино впервые, наше родное якутское кино зародилось на телевидении здесь. По очень простой причине. Потому что кино, документальное или художественное, оно делалось очень сложный процессор технологический, который был только у нас. И это самое. Я хочу в связи с этим вспомнить и подчеркнуть большую роль Семёна Ермолаева. Продюсера, вот по нынешнему говоря, по тем временам это был сценарист. Он сценаристом был первых наших якутских фильмов. Это «Старая игрушка» и «Оханон». Это первые кинофильмы. Он был продюсером, сценаристом первых видеофильмов наших, в том числе «Элеевуновы» и так далее. Ну, в общем, короче, сделали тогда те годы, в середине 90-х годов, делали очень много фильмов. Но вот не стоит забывать то, что было. И вот те же самые сериалы, которые мы сейчас делаем, это же ведь тоже в 90-е годы были сделаны первые. Об этом помнят. Да, это хорошо, когда помнят. И вот, исходя из этого, из того, что мы иногда кое-что не то что забываем, а просто выпускаем из виду, мы создавали наш музей. Потому что, и самое главное, мы музей свой, может силой, может так, всех работников молодых пропускаем через музей. Это руководитель нашей компании, руководители нашей компании так распорядились. И ребятам это интересно. Куда они пришли-то? Чьи традиции они будут продолжать? Вот об этом речь. Показывая музей, знакомя историей якутского телевидения, какие в первую очередь ценности вы прибиваете каждому, кто заходит в музей? Вы знаете, я в первую очередь, как говорится, внимание заостряю на людях. Телевидение это все-таки и в те годы, и сейчас это все-таки это центр культурной жизни. Что бы ни говорили, это большой центр культурной жизни. Поэтому, когда мы говорим о том, кто создавал телевидение, в первую очередь я вспоминаю всегда Донского, нашего Феодоса Семеновича, нашего первого председателя. Это человек, который первый и, наверное, один расписался на стенах Рейхстага при взятии Берлина. Он прошел всю войну. Потом, после того, как перестал у нас работать, он стал ученым. Хотя у него такого академического образования-то не было. Он стал ученым кандидатом наук, и по его работам было принято два постановления по малым народностям Севера. Это Советского Союза. Вот такой был человек. Или взять того же самого Николая Алексеевича Кондакова, героя Советского Союза. Он, когда мы... Я его застал. Когда работал... Ну, обыкновенный человек, очень строгий, но, тем не менее, очень такой справедливый человек. Или взять ту же самую Галина Михайловна Кривошапка. Сейчас ее имя названо Филармония. Или перво-якутского хормейстера, наш Байшова Февроня Алексеевну. Или того же самого Дадоскинова, который организовал вещания на языках народностей Севера. Да всех не перечислишь. Очень много. Поэтому я всегда начинаю с тех, кого мы... Кем мы гордимся. Очень коротко. А что для вас телевидение? Жизнь. Она прошла вот так. Я пришел сюда сразу после окончания университета. Ну, почему-то были тогда и другие предложения, и поэтенок частый тогда. Но почему-то выбрал вот это дело. На 90 рублей как поступил младшим редактором. Так оно и прошло. Поэтому для меня телевидение – это жизнь моя. Перед съемкой поговорили на тему, на сколько процентов отдаваться работе. Очень многие коллеги старшие тоже очень много общаемся, разговариваем. Ну, вот тоже говорят то, что телевидение – это жизнь, да? Телевидение – это второй дом. Телевидение – это семья, да? Потому как мы действительно бок о бок проходим очень много, вместе узнаем, вместе растем и вместе добиваемся каких-то высот. Но тем не менее у некоторых семьи остаются на втором плане. Что бы посоветовали молодым коллегам, которые сейчас работают и ночами, и днями, и дальнюю командировку ездят, месяцами, а семьи остаются ждать? Да, всегда будет верно своей профессии. Это раз. Во-вторых, я просто не думайте, что я хвастаюсь. Просто хочу сказать, что когда мы принимали на работу человека, очень долго с ним возились. И некоторых даже сворачивали обратно, чтобы, говоря, что телевидение – это все-таки жизнь. Надо посвятить этому всю себя. Может, это неправильно, может, это не так уж и хорошо, но всегда требовали вот такое. Поэтому были люди, которые действительно просто душой и телом, как говорится, преданы на телевидении. Ну, например, наш один режиссер, у нее сгорела дача. Она в это время сидит, занимается монтажом. Ей говорят, дорогая, у тебя там дача горит? Ну-ка, быстрее, поезжай на дачу. Летом это дело было. Она удивляется, говорит, так у меня же монтаж. Еще незаконно. Так я не прошла. Какой там дача, говорит? Это, конечно, пример такой, может, дурной, но, тем не менее, были такие люди, которые вот так относились к своей работе. В первую очередь, только работа. А насчет того, что надо смотреть и семейные свои дела, и другие дела, это, конечно, надо. Но, тем не менее, в первую очередь, мы всегда требовали вот работу. А вы чем жертвовали? Вы оцениваете свой путь? Нет, нельзя сказать, что чем-то жертвовал. Это будет неправда. Просто я работал. Работал как мог, как умел. Вот так и получилось. А сказать, чтобы я жертвовал чем-то ради чего-то там, это нет. Но время быстро летит. Конечно. Даже мы вот понимаем, что вот вы же говорите, что вот когда стартовал Новый день Сянакюн, я пришла вот с городского телеканала, и уже 20 лет. Очень быстро идет. Очень быстро, потому что, поэтому нам надо вот вспоминать иногда и тех, которые начинали в телевидении. Тот же самый Афанасий Федоров, это режиссер, первый режиссер телевидения. Они с Додоскиновым и еще со своими другими коллегами умудрились около 40 спектаклей поставить в нашем маленьком 90-метровом студии. Это кем надо было быть, чтобы в течение вот 5-6 лет поставить 40 спектаклей. Это не готовые спектакли, не все. Это, конечно, они там и готовые были театров, но и они около 16 спектаклей своих поставили. То есть они еще умудряли сами писать спектакли. Поэтому вот когда сейчас ребята создают сериалы, я очень даже приветствую, это хорошо. Конечно, может быть, какие-то сериалы пока еще не совсем зрелые, может быть, не так хорошо смотрятся. Но это же опыт. Придет что-то хорошее. Поэтому я считаю, что всегда надо радоваться тому, что есть хорошего в нашем телевидении. Это вот мое кредо. Телевидение – это какая-то другая отдельная жизнь, параллельная, где происходит очень много ярких, интересных событий. Каждый день он интересен. Это новые люди, это новые темы, это погружение даже в старые темы. Какой момент вы особенно тепло вспоминаете из своего творческого пути? А вы знаете, телевидение – это действительно коллективный труд. Это люди все заняты одним делом. У них одна цель. Поэтому у них где-то есть очень много общего. Вот возьмем 90-е годы. Была ГКЧП. Наш коллектив разделился на двое. Ровно половинка, одним голосом что ли победили. На двое разделился. Одни, скажем так, за Ельцина, другие, скажем так, грубо говоря, за ГКЧП, за Курбачева и так далее. Было такое время. Но вы знаете, общий труд, телевизионный труд, нас как-то объединяет. И мы очень быстро забыли все эти распори. И точно так же, как работали, так и работали. Даже не вспоминаем, кто на какую сторону был. А ведь это была идеологическая борьба. Не просто так. Сейчас я просто не представляю, как это могло бы быть. Но по тем временам так получилось. Все потому, что они были все преданы телевидению. Общему труду своему. Сейчас очень много говорят о том, сохранится ли телевидение. Будут ли люди смотреть телевизор. Вы что думаете, как старейший из сотрудников, человек, который следит и за новыми технологиями? Что будет в телевидении в Якутии? Ну, не скажу за весь мир, как говорится. Но вы знаете, когда в 70-е годы, в 76-м году я, как говорится, проходил учебу в Московском институте. Там повышение квалификации. Там нам говорили, вот сейчас в скором времени печатная продукция исчезнет. Газета «Правда», там «Известия», «Советская Россия». Их не будет никто считать и так далее. Мы тогда не поверили. Да не может быть, чтобы правда исчезла. Прошло совсем немного времени, лет 20, и действительно вот это еще, как говорится, проявилось. Точно так же, кто сейчас считает правду, кто сейчас знает Советскую Россию. Вот так оно и получилось. Но, тем не менее, я скажу, что все-таки для телевидения, для Якутии, это вот особый род, скажем так. Ну, не деятельность, а просвещение, что ли. Потому что у нас огромная территория. Ну, как нам дойти до каждого села, где их более 800 сел наших, около 1000 сел наших. Как дойти до каждого? В том же самом, как говорится, Аннабарском районе, например, в области. Как дойти до нее? Только через телевидение. Сегодня работает около 800, чуть меньше, передатчиков, которые доводят наши телевидения до жителей всего. 99% населения нашей республики считается смотрит якутское телевидение. Ну, республиканское телевидение. Ну, кто сможет такое сделать? И если вот это убрать, ведь даже в районном центре на сегодняшний день очень плохо работает, скажем так, интернет. А что говорит о захолустных наших селах? А ведь они же люди, они же тоже должны быть в курсе всего. Вот убери якутское телевидение, что останется для тех жителей наших дальних северов? Как они будут узнавать, что происходит в нашей республике? Поэтому, как бы ни критиковали наше телевидение, я считаю, что все-таки якутское телевидение – это центр нашего внимания. Вот меня всегда злит, когда говорят, ох, это якутское телевидение. Да вы знаете, оно около миллиарда затрачивает бюджетных денег. Так ведь этот миллиард не людям идет в карман. Этот, ну, 800 тысяч, например, да? Это идет за услуги связи. За то, что мы живем так далеко, живем так разбросанно, 3,5 миллиона квадратных километров. Как надо обеспечить? Каком-нибудь Орле или Курске поставил одну вышку небольшую, и все, телевидение обеспечено. А у нас нет. Поэтому вот таким образом. Поэтому я считаю, что телевидение Якутии должно быть, по крайней мере, еще довольно-таки долго. А если сказать, что будет наперед, ну, не знаю. Но телевидение будет, потому что никаким этим интернетом, никаким нашими телеграм-каналами ты не заменишь искусство на телевидении. Концерты на телевидении, спортивные мероприятия на телевидении. Поэтому я считаю, что у телевидения будущее долгое. Вы счастливый человек? Это сложный вопрос. Это сложный вопрос. Я, пожалуй, лучше не отвечу, потому что, ну, каждый счастлив по-своему. Например, у кого кусок хлеба есть, он тоже счастлив. Но счастлив и тот, у кого дворцы. Или, наоборот, несчастлив тот, у кого дворец. И тому подобное. Поэтому это вопрос довольно-таки серьезный. И все-таки он имеет очень много составляющих. Каким важным шагом и каким продуктом вы особенно гордитесь, внедрив, сделав для якутского телевидения? Вот это мое, мое детище? Это вот первым делом, как говорится, концепция национального телевидения. Это вот самое то, что мы сделали. Ну и плюс, конечно, там по вопросу, что НАТО не довел до конца улусное телевидение, мы это дело до конца не довели. Что такое улусное телевидение? Если улусного телевидения не будет, это будет якутское городское телевидение. Надо, чтобы в производстве телевизионном участвовала вся республика. Тогда будет эта картина всей республики. Вот я так считаю. Какой самый важный совет вы могли бы дать молодым сотрудникам, молодым журналистам? Это мое кредо быть преданным телевидению, быть преданным своей профессии. Или ты выбирай профессию телевизионщика, или лучше нет. Может, у тебя где-то в другом месте, наоборот, раскроются твои таланты. Мы так возбращали людей, некоторые из них, благодарны за то, что, как говорится, не остались на телевидении. Потому что у них к этому нет способностей, нет тяги. Одной тяги просто к телевидению хочу работать телевизионщиком. Это мало все-таки. Поэтому надо смотреть, как тут. Спасибо большое, Николай Накентьевич, за интервью. Спасибо за погружение в историю, за ваши мысли. И за то, что вы вынесли неоценимый большой вклад в развитие якутского телевидения, который мы продолжаем развивать. И очень хочется надеяться, как вы сказали, якутскому телевидению быть. И мы будем делать все возможное, чтобы оно жило как можно дольше. Вам спасибо за приглашение. Но вы слишком, как говорится, меня возвысили. Я не считаю, что там что-то сделал хорошее, выдающееся. Просто я делал свою работу. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо.